Девчонки, дорогие мои зрители, всем огромный привет! Я сегодня с опозданием бегала по делам, у нас опять холодина. Девочки, так меняется погода. На дворе, чтобы вы понимали, 14 градусов. Дождь лепит, стеной стоит. Что творится с природой, непонятно. То жара 36, то теперь вот замерзаем. Прибежала, посмотрела. У Коли вышло видео, да, видеоблог. Глянула. Ну, как-то подпортило мне это видео настроение. Что с Самвелом вообще происходит? Кто знает. На день рождения был какой-то грустный, недовольный. Как-то пошло шутил, какие-то дурацкие воспоминания. Вот этот юмор про аборты, про всё. Смотрю, настроение не поменялось. Наша песня гарно зну. Всё продолжается, ребят. Почему-то недоволен. Какой-то, знаете, неуравновешенный. Какие-то выпады. Колясик, молодец, похвалю. Знаем из предыдущих видосиков, что выручил бабушку, купил грибочки, сыроежки. Ну, и захотелось записать рецепт. Всё-таки тоже контент, да. Пожарить в кляре. Только я не поняла, зачем нужно было действительно ножки грибу выбрасывать. Можно было приготовить всё, что угодно. Почему? Это же не мусор, Коля. Зачем надо было выбрасывать и готовить только одни шляпки. Но я не об этом, ребят. Рецепт не буду пересказывать, что к чему. Я вам даже признаюсь, я его прокрутила. Просто перемотала. Ведь важны и интересны зрителю взаимоотношения между живыми людьми. Рецепт это такое. Все мы прекрасно можем готовить, умеем, знаем, как это делается. Итак, реакция. Приготовленная, да. Шляпки грибов. Колясик нахваливает и говорит, отличить вообще от куриных отбивных невозможно. Ой, на курицу похоже, как мясо. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Грибы есть грибы. Тысячу раз я их ела. Никак с куриным мясом не спутаешь. По консистенции, по плотности может быть. Не досолил. Не досолил. И вот главный наш, да. Шеф-повар, мастер-шеф за столом будет снимать пробу. Уже сразу лицо недовольное. Почему, Самвел? Вокруг тебя прислуга. Я сейчас не хочу обидеть Колю. Кухню убрал. Все вымыл. Ну что, Самвел, хорошо на кухне, на чистенькой, да, работать. Видели, как Севка фарш там перекручивал. Что он делал? Получается, Коля прошуршал, да, убрал квартиру. И ты, Сева, еще недоволен. Чем ты недоволен? Что у тебя в жизни не так? Что у тебя не получается? Почему все время в претензионном тоне разговариваешь с этим колясиком? Ребят, я, правда, вам скажу, я не знаю, как это можно выдерживать. Постоянно, вот, 24 на 7, смотреть на кислую рожу и вот это вот бу-бу-бу постоянно слушать. Сказал, хотя, хотя, да, объяснил. Немного почитал комментарии. Вот тоже, Севка, начитай комментарии. Дураков очень много. Если даже и что-то зрителям не нравится, ведь можно писать как-то корректно, нормальными словами, а не проклинать. Ребят, я, правда, я удивляюсь. Хотя, как много блогеров делятся своим опытом и говорят, что ведь дебилам не запрещено зарулить в ютубе, да, в интернете полазить. Вот они, где оседают, на каких каналах могут настрочить, написать все, что угодно. И потом, мы ведь не знаем, кто сидит по ту сторону экрана. Может, это душевно больной человек, какой-то шизоид. Поэтому, Сева, маленький совет. Не надо все так близко брать к сердцу и переживать. И потом, с твоим-то опытом, уже работы в ютубе, мне казалось, у тебя там не кожа, а панцирь такой просто. Ты должен быть закаленный, стрессоустойчивый. Что происходит, если, конечно же, проблема в этом? Может быть, что-то другое подпортило настроение нашему главному герою? Рассказал, что и проклинают, и смерти желают, и царствие небесное. Ну, дебилы, ну что могу сделать? Ну, дебилы. Абсолютно чужому человеку вот такого желать. С какого перепугу? Зачем это делать? Ну, надо в бан их всех отсылать. Просто не замечать и проходить мимо. Переступил через эту всю грязь и пошел дальше. Я, по крайней мере, очень стараюсь вот так вот и делать. Итак, пробу снимает наш мастер-шеф. Не соленая, не соленая. Возьми соль, посоли. Что тебе мешает? Это же просто. Не до сол, ребята, можно исправить. Вот сложнее и плохо, когда пересолено. Молча подсоли, если тебе не по вкусу. Ну, все, проблемы все решены. Тысячу раз повторил. Не соленые. Ты вообще не солил. И просто зацепился с червяками. Они с червяками. Вот покажи ближе эти грибы на срезе, на разломе. Вот черные точки. Я там не увидела никаких черных точек. Это червяки. И что я должен молчать? И что мне это есть? Не хочешь, не ешь. И потом подумаешь. В черешнях червяки, в грибах червяки. Это все уже приготовилось. Это все прошло термообработку. Скажем так, белок в чистом виде. Самвел. Чистый протеин. Как это отразится на тебе? Негатива абсолютно не вижу. Не можешь есть, но не ешь. Вообще-то, когда тебе готовят... Вот я все время обращаюсь сейчас к Самвелу. И стараются тебе угодить. И стараются тебя порадовать. Тебя кормят. В прямом смысле слова. Сева. Если даже тебе что-то не нравится, попробуй один кусочек чего-то. Не обязательно вот эти вот грибы. Любую еду, да. Похвали, скажи 3-5 нормальных слов в адрес повара. И можешь культурно, корректно отказаться дальше есть. Не голоден. Потом, в следующий раз. Можно сказать все, что угодно. Тебя культуре, я понимаю, за всю жизнь никто не научил. Но зрители-то, зрители тебя учат, учат. Блин, учи-учи одни двойки. Никак не реагирует. Ой, ребят, еще могла бы я сказать, что не нравится. Встань к плите. Приготовь сам. И угости колю. Как этот колясик вообще выдерживает? Откуда он черпает силы? Это, скорее всего, в силу характера такого. Уравновешенный, спокойный, флегматичный. Вот что заложено в ребенка с детства. Каким родился. Какие родители. Какой образ жизни. Вот результат мы видим сейчас на своих экранах. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Червяки-червяки. В какой-то момент мне захотелось просто вот эту тарелку с грибами забрать у него и дать ему ложкой полку. Правда. Нервы сдают. Самвел, тебя выдержать вот иногда невозможно. Невозможный человек. Ребят, вы говорили, там, семья, дети, все эти дела. Ну вот с ним можно разве кашу варить, строить какую-то семью? Кто его выдержит? Вот скажите мне. Это какую надо иметь нервную систему? Если настроения у человека нет, все, хавайся в бурьяны. Прячьте всем, потому что сейчас попадете под горячую руку. И будет раздавать вам, всем достанется. Чтобы все-таки доказать, что это блюдо съедобно и вкусно, притаранил колясик мамки с Надюхой. Эти грибные шляпки. Ну скажи, Надя, ну скажи, Татьяна Васильевна, ну шо, от Самвел, сказав, червяки, оины соленые, яны досалиют. Че ты жалуешься, Коля? Ну угостил, угостил. Там почитала в комментах девочки, пишут, мы верим Наде и мамке. Вкусно, наверное, вкусно. Ребят, Надя и мамка может, может, прошу прощения. Могут также соврать, недорого возьмут. Чтобы подыграть, чтобы снять какой-то видосик, да, колясико не потопить, а все-таки за уши вытащить. Но дело в том, что как бы ни было приготовлено, я хочу вам сказать, подача аккуратная. Блюдо выглядит само аппетитно. И Надя так с мамкой наворачивала и умынала эти грибочки в кляре, но немножко недосолены. Да, Надя сказала, да, я люблю немножко солония. Ну и что? Взяла соль, подвинула солоночку, подсолила. Какие проблемы вообще? Ну какие? Что-то с Амвелом мы не видели здесь в гостях у мамки. Думаю, я всегда сиди в туалете. Он же всегда открыто заявляет и кричит. Мне не надо в туалет! Все, раздайся, море говно плывет. Мне не надо в туалет! Это нужно объявить на весь белый свет, чтобы все домочадцы знали, слышали, подстроились все, да, Самвел, по стойке смирно. Я думаю, что в следующей серии, возможно, мы увидим и узнаем, где Самвел пребывал в данное время, что там вообще произошло и почему уже вот несколько дней к ряду нет никакого настроения у человека, что ему испортило. Ребят, я понимаю, что это неспроста, что была все-таки какая-то причина. Ну вот какая? Бог его знает. Мне кажется, вот посмотрела я на его день рождения, на этот праздничный ужин, посиделки пожилых людей, чтобы не сказать там стариков, да, никого не обидеть, пожилых людей. Мне кажется, Сев, ну не твое это, тебе некомфортно в этом обществе, ты не испытываешь никаких позитивных эмоций. Вот сколько вы с колясиком этим будете вариться между этих бабок своих? Может, все-таки надо действительно задуматься как-то о своей жизни, что-то менять в ней, я не знаю. Нет здесь друзей рядышком, нет людей, которых бы ты хотел видеть на своем дне рождения. Обязательно ли нужно было устраивать вот эти вот посиделки, тащить людей в ресторан? Не знаю, ребят, вопросов очень много, но то, что Самвел расстроен чем-то, это лежит на поверхности. Жду ваши комментарии. До скорых обзоров.